Всем привет! В этом видео я постараюсь рассказать, какие же требования необходимы для посещения Испании. Понятно, что для многих стран их границы закрыты, ну то есть это Россия, Белоруссия и все постсоветские страны, но хочу сказать, что для этих людей тоже все не безнадежно. Если у вас есть вакцина, одобренная Европейским Союзом или ВОЗ, такая как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, и две китайские вакцины это Sinopharma и Sinamac. Я знаю, что в России уже китайские вакцины прививают, поэтому кто хочет путешествовать и не против прививки, можете привиться этими китайскими вакцинами, и как говорится, у вас зеленый свет будет для путешествия в Европу. Так как Испания без проблем пускать всех вакцинированных туристов из третьих стран, вы даже по обычной Шенген-Визе можете посетить Испанию. Поэтому, если у вас есть вакцина, покупайте без проблем билет на самолет Москва-Барселона или Москва-Мадрид, куда вам больше нравится, и летите без проблем. Естественно, у вас должен быть на руках сертификат о вакцинации. Он должен быть на четырех языках, английский, испанский, французский, немецкий, и дата получения последней дозы вакцины должна быть не менее 14 дней. Также можно по Шенген-Визам летать в Испанию через страны-прокладки. У меня есть уже видео, как летать через Грецию. Под этим видео я оставлю ссылку на сайт Винского, там еще есть другие страны-прокладки. Но если я узнала еще про такую возможность, то, конечно же, проще путешествовать по Шенген, если у вас есть какая-то национальная виза какой-либо страны. Ну, например, в данном случае я рассмотрю польскую. Польше всего оформить эту польскую рабочую визу, например. И чтобы избежать сидеть на карантине в Польше, есть такая страна, как Нидерланды, Голландия. Можно купить билет на самолет Москва-Нидерланды. Для подстраховки можно купить билет на автобус до Польши. Ну, пограничникам сказать, что вы едете в Польшу. И тем самым вы можете лететь в Испанию. Ну, это для таких супер рискованных людей, которые ничего не боятся. Много людей летают через различные страны-прокладки. Я оставлю под этим видео ссылку на сайт Винского, если вы про него еще не знаете. А сейчас бы мне хотелось разобраться во всех тестах, которые мы должны предоставить. Начнем с самого распространенного, это ПЦР. Это идет проверка на вирус, методом полимеральной цепной реакции. Этот тест выявляет вирус без симптомов у человека. Он практически стопроцентный может выявить вирус. Поэтому многие страны требуют именно его, так как у других тестов есть погрешности. Но минус этого теста, что он стоит дороже и делается намного дольше. Поэтому многие страны также принимают тест на антиген и на антитела. Антиген и антитела это не одно и то же. Многие, вот я читаю форумы, люди пишут, что это одно и то же, что такое экспресс-тесты. Экспресс-тест это тест на антиген и также есть тест на антитела. Теперь разберемся, в чем же отличие этих двух тестов. Буду рассказывать своими словами, как это понимаю я. Тест на антиген. Что такое вообще антиген? Антиген это чужеродный микроорганизм в нашем организме. То есть, когда у нас есть вирус, в активной фазе он активно делится. И тест выявляет белок этого вируса. Если вы контактировали с инфицированным человеком или у вас активная фаза заболевания, этот тест может на 99% выявить у вас ковид. Но если же у вас нет симптома заболевания, тогда этот тест не так эффективен, как тест ПЦР. Так как для антигена необходимо очень высокое наличие вируса в крови. Ну и тест на антитела. Я уже думаю, все многие знают из детства, что антитела это наши защитные частички организма. Они так уже вступили в борьбу с этим вирусом. И уже выработались вот эти вот бойцы, наши антитела. Но получается, что антиген мы делаем во время заболевания. А тест на антитела мы можем сделать только уже после заболевания. А теперь к самому главному. Кто же может въехать на территорию Испании? Все жители Европейского Союза и золота Шенген, если они находятся в зеленом списке стран, они въезжают без проблем, без каких-либо требований. Ну то есть я имею в виду, что какие там тесты, вакцины и тому прочее. Те же страны, которые относятся к желтому списку, красному и темно-красному, то есть опасные зоны, они должны предоставить тогда сертификат о вакцинации, каким он должен быть, я говорила выше. Напоминаю, последняя прививка должна быть не менее 14 дней. Также вы можете посетить Испанию с отрицательным результатом теста ПЦР и теста на антигены не позднее 48 часов. И также справка о перенесенных заболеваниях, я так подразумеваю, тоже должна быть или на испанском, или на английском. Но это что касается зоны Европейского Союза и зоны Шенген. Сейчас рассмотрим третьи страны, ну в данном случае нас интересует Россия, Беларусь и Украина. Еще раз повторяю, вы можете въехать на территорию Испании, если у вас есть прививка, сделанная вакциной, одобренная Европейским Союзом и ВОЗ. Все мы знаем, что граница до сих пор закрыта, значит туризм в данный момент только с вакциной. То есть просто съезд на самолет, вас никто не пасает. Вы должны будете доказать причину, по какой вы можете сюда приехать. К ним относятся дипломаты, транспортные работники, учащиеся, гуманитарные случаи, если у вас есть родственник здесь в Испании, если вы можете подтвердить это родство. Вот, например, я как ехала к мужу, мне дали эту визу без проблем. Все то же самое, если у вас есть причина, по которой вы можете въехать в Испанию, вы должны подтвердить. Вы можете въехать с прививкой, с отрицательным тестом ПЦР, с отрицательным тестом на антиген или справка о перенесенном заболевании. Эти все тесты не касаются детей до 12 лет. Но все пассажиры, даже включая детей меньше 12 лет, обязаны заполнить форму санитарного контроля на сайте здравоохранения Испании. В этом формуляре санитарного контроля вы должны будете указать свои данные, контактировали ли вы с инфестированными людьми, перенесли ли заболевания. То есть там будет перечень вопросов, на которые вы должны будете ответить. В результате программа вам сгенерирует QR-код, и поэтому QR-коды вас будут садить на борт самолета. Сотрудники авиакомпании имеют право вас не посадить на борт самолета, если у вас не будет этого QR-кода. Это уже надо будет решать сотрудниками авиакомпании. Я была свидетелем, что людей с трудом посадили на рейс. В итоге им дали возможность заполнить бумажные документы в самолете по этому санитарному контролю. Ну и естественно, когда вы прилетите в Испанию, вас также будут встречать по этому QR-коду. На личном опыте, не знаю как сейчас, в декабре летела этот QR-код, это было самое необходимое, вообще даже ПЦР-тест не посмотрели. Ни в Беларуси на стойке регистрации, ни в Испании по прилете. Поэтому этот QR-код это самое-самое, что должно быть у вас на руках. Ну и естественно и тесты. Потому что тесты у кого-то проверяют, у кого-то не проверяют, но в любом случае он должен быть. Ссылки на все эти сайты я оставлю под этим видео. Также под этим видео оставлю ссылку на список стран красной зоны. Он обновляется каждые 7 дней. Также вы можете представить справку о перенесенном заболевании, выданной одной из европейских клиник. В справке о выздоровлении должна быть указана дата первого положительного теста ПЦР о заболевании. И указано, что пассажир перенес заболевание и в данный момент не является заразой, может свободно путешествовать. И также страна, где была выдана эта справка. Также эту справку о выздоровлении вы можете представить при условии, что с момента первого положительного теста на антитела прошло более 11 дней. И, естественно, эти тесты на антиген должны быть отобрены Европейским Союзом. Надеюсь, вам была полезна эта информация. Кому что непонятно, пишите комментарии под этим видео. Все ссылки, что я нашла, какие-то источники информации, оставлю под этим видео. Всем желаю хороших путешествий в этом году, желательно в Испанию. В следующем видео буду рассказывать о требованиях, как посетить Канарские острова, и где можно сделать тесты в Испании для того, чтобы улететь с Испании, с Канарских островов. Поэтому, если вам была полезна эта информация, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Для тех, кто подписан, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить выпускных видео. Всех обнимаю и целую. Всем всего хорошего, до скорых встреч, пока-пока!